Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Алексей Медведев. Я являюсь специалистом реабилитационного направления завода Армед, разработчиком и руководителем проекта Армед Стронгбек. Сегодня мы с вами познакомимся с новым лечебно-диагностическим комплексом, с биологической обратной связью Армед Стронгбек. Данный лечебно-диагностический комплекс состоит из четырех тренажеров с биологической обратной связью, объединенных в единую сеть с центральным сервером. Тренажеры позволяют протестировать человека на наличие мышечного дисбаланса, а также проводить лечебные занятия на устранение пустуральных нарушений и, соответственно, этого дисбаланса. Отличительной особенностью данных тренажеров является отсутствие грузоблочного механизма. Нагрузку здесь формирует сервопривод с контроллером, благодаря чему мы можем устанавливать повышенные эксцентрические нагрузки, изокинетический режим, изометрический режим. Армед Стронгбек позволяет лечить дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, протрузии, грыжи диска, сколиозы, неспецифические боли в спине, вызванные мышечным дисбалансом. Сегодня мы проведем с вами мастер-класс, полноценное лечебное занятие, и в этом нам поможет прекрасная модель Ляйсян. Ляйсян, сейчас первым делом нам нужно завести карточку пациента. Для этого мы нажимаем «Новый» и вбиваем сюда твою фамилию. Какая у тебя фамилия? Лазипова. Лазипова. Ляйсян. Ляйсян. Рост. 165. Вес. 50. Возраст. 30. У нас диагноз был сколиоз третьей степени, да? Брудной воде позвоночника. Сохраняем. Теперь нам нужно привязать карточку, с которой ты будешь ходить к тренажерам подходить, и они будут автоматически тебя узнавать и настраиваться. Для этого я нажимаю «Назначить», прикладываю к считывателю карточку, все, ключ назначен, теперь это твоя карточка личная, ты с ней будешь заниматься. Сохраняем. Теперь наша задача протестировать тебя на каждом из четырех тренажеров и выявить общую картину. Дальше мы с тобой посмотрим результаты, и в соответствии с этими результатами я тебе составлю лечебный тренировочный план. Лайсян, теперь прикладываю карточку к считывателю, нажимаю «Ок». Сейчас ты должна дождаться, когда он настроится, и садиться на аппарат. Все, можно садиться. Все, присаживайся на аппарат, Лайся. Ручку слева приподнимаем, фиксируем таз, опускаем упор груди, ручками берись здесь. Сейчас моя задача настроить высоту сидения таким образом, чтобы ось вращения проходила на уровне подвздошных остей. Для этого я вынимаю устройство, которое определяет уровень подвздошной ости, кладу ладонь на подвздошную ость и настраиваю уровень сидения. Еще две единицы. Итак, мы настроили уровень сидения. Теперь мы убираем устройство определения подвздошной ости, и наша задача сейчас настроить уровень подножки таким образом, чтобы угол в коленном суставе был 90 градусов. Буквально 3-4 единички нам нужно придавить. Все, подножка поднялась, здесь образовался угол 90 градусов, и следующая задача уже настроить упор спины, таким образом, чтобы он был на уровне середины лопаток. Сейчас, после того, как мы настроили тренажер под пациентом, мы должны протестировать пациента на наличие мышечного дисбаланса. У нас два вида тестирования. Тест на подвижность и тест на силу. Начинаем с теста на подвижность. Выбираем кнопку. Сейчас наша задача нажать старт и дать команду пациенту сегментарно позвонок за позвонком скрутиться сначала вперед максимально, а дальше назад. Доктор должен контролировать. Доктор и инструктор контролируют, чтобы пациент не отрывал поясницу от спинки и скрутился максимально, скруглив спину. Все. Больше пациенту у нас не может. Уже движение закончено. Теперь назад раскручиваем. Теперь на разгибание смотрим подвижность. Идем, 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 идем. Все. Это максимум. Возвращаемся. Я нажимаю стоп, сохраняю результат. И сейчас мы посмотрим с вами результат, который у нас получился. По мере передвижения пациента коромысли у нас закрашивалось в оранжевый цвет. Вперед мы посмотрим сколько. 56 градусов у нее максимум был. Назад 14 градусов на разгибание. Субтитры создавал DimaTorzok На следующем тренажере пояснично-грудное и боковое сгибание мы также идентифицировались при помощи карточки, приложив к считывателю. Теперь мы должны также протестировать нашего пациента, но наличие мышечного дисбаланса. Заходим в тестирование, тест на подвижности. Лейсан делает все то же самое. Тебе нужно будет отклониться и вправо, и влево после того, как я нажму кнопку старт. Давай. Угу. Шею не угнем. Ровно держим шею. Все, возвращаемся. Молодец. Сохраняем результаты. И то же самое мы должны проделать, но уже тест на уровень изометрической силы. Уровень силы с левой стороны. Переводим положение рычага в 30 градусов. Сейчас, когда он остановится, я нажму старт, ты должна будешь давить в мою сторону. Я нажимаю старт, давим влево максимально. Дави, 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 молодец. Все, расслабились. Теперь то же самое, правую сторону. Когда давишь голову, стараешься не отклонять стороны, ладно? Угу. Сейчас аппарат автоматически переводит лейсант в положение 30 градусов противоположной стороны. Зачем голову наклоняешь? Не наклоняй. Все, нажимаю старт, давишь право, не отклоняю голову, ладно? Угу. Поехали. Дави, дави, дави. Дави, 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 дави. Молодец. Все, сохраняем этот результат. Тренажер тебя возвращает в исходное положение. Не сопротивляйся. И все, дальше следующий тренажер переходим. Сейчас проводим тест подвижность на тренажере вращения. Нажимаю старт, перемещаем рычаг в одну сторону максимально, насколько сможем. И в другую сторону. Не используя руки, не напрягая верхнюю часть тела. Возвращаем в нейтральное положение рычаг, нажимаем стоп и сохраняем результат. Теперь измеряем уровень изометрической силы. Сейчас мы в левую тест, левой стороны сделаем. Для этого угол 30 градусов выставляем. Нажимая старт, тебе нужно будет ли сам давить влево максимально сильно, сколько сможешь. Дави, 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 молодец. Все. Теперь то же самое проделываем на правую сторону. Аппарат сам передвигает тебя в нужное положение 30 градусов зеркально. Нажимая старт, твоя задача давить на меня максимально сильно. Давай. Дави, 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 дави. Молодец. Сохраняем результат. Аппарат тебя передвигает в нейтральное положение. Теперь тебе нужно из него выйти. И пойдем на следующий. Данный тренажер представляет из себя шейное боковое сгибание и шейное сгибание-разгибание. В данном случае тренажер переведен в режим шейное боковое сгибание. Мы настроили этот аппарат таким образом, чтобы седьмой шейный позвонок был в оси вращения аппарата. И максимально приезжали плотненько в валики прижима плеч. После этого нам нужно протестировать ли осян на подвижность. Нажимая старт, ты должна отклонить голову влево, а потом вправо. Плавненько, без резких движений. Мы также можем контролировать движение, чтобы человек чувствовал и был уверен. И был уверен в безопасности. Следим за тем, чтобы плечи не опускались. Для Исана уже видно, что напряглась мышца слева и не дает ей повернуть голову дальше вправо. Все. Сохраняем результат. Переходим к тестированию силы. Также в углах 30 градусов будем замерять. Нажимая старт, давишь на меня, Алисин. Давай максимально. Ни-и-и. Хорошо. И то же самое сейчас в правую сторону проделаем. Нажимая старт, давишь вправо максимально. Дави-дави-дави. Молодец. Все. Сохраняем. И теперь мы должны аппарат перевести в другое положение. Для этого мы раздвигаем прижим головы. Переносим пульт вот сюда. Просим Ляйсян вот так передвинуться. Опять карточку приложим. Идентифицируемся. Все. Нажимаем голову вот таким образом. Каждый тренажер мы настраиваем всего один раз перед тестированием. Далее, когда Ляйсян будет приходить на занятия к нам в клинику, она будет просто прикладывать карточку к аппарату, и он в течение 10 секунд будет настраиваться под нее автоматически. Все. Уровень прижима груди настроена. Грудь зажала. Ляйсян, комфортно тебе? Угу. Теперь также тестируем на подвижность. Нажимая старт, вперед отодвигаемся. Угу. Не спеши. Угу. Все. И назад. Контролируем движение шеи пациента. Максимально, насколько можешь. Давай. Угу. И следим, чтобы тело не пошло. Все. Ляйсян больше не может. Обратно помогаем вернуться. И сохраняем данное значение. И теперь тестирование на уровень изометрической силы для разгибателя шейного отдела при угле 30 градусов. Нажимая старт, тебе нужно будет ляйсян давить назад максимально. Давай. Угу. Хорошо. Угу. Молодец. И теперь то же самое сделаем на сгибание в углу 0 градусов. Нажимая старт, давишь вперед максимально. Угу. Хорошо. Сохраняем данный результат. Все. Сейчас мы провели с Ляйсан. Все виды тестирования на всех четырех наших аппаратах. Теперь мы подойдем к станции и посмотрим, какие у нас результаты. И напишем для нее лечебный план для дальнейших тренировок. Здесь 10 занятий, которые будут примерно длиться у нас. Идем. Теперь мы заходим в карточку Ляйсян. Карточку пациента. И посмотрим, ли результат тестирования. Заходим во вкладку тесты. Выбираем уровень изометрической силы, фильтр. И посмотрим, отфильтруем по тестам на силу. Посмотрим в каждом тренажере, какие результаты мы получили. Значит, тренажер наклоны. Тут наглядно видно, что по силе левая сторона отстает от правой. Тренажер вращения. Здесь тоже наглядно видно, что левая сторона отстает от правой. Здесь есть такое понятие, как норма. Это коэффициент и границы этого коэффициента. В норме мы должны попадать в эти границы. Вот здесь норма от 0,9 до 1,1 коэффициент. Мы попадаем 0,58. И он покраснел. Как только мы выровняем этот дисбаланс, спустя определенное количество занятий, он должен зелененьким стать и войти в эту область где-то. Идеально это единичка, конечно. Когда левая и правая сторона, они равны. На вращении то же самое. Мы будем стремиться выровнять левую и правую сторону, чтобы коэффициент был в разнице их единички. Сила сгибания и разгибания. Отношение силы мышц разгибателей к мышцам сгибателей должно быть примерно 2. То есть в 2 раза мышцы разгибателей позвоночника должны быть сильнее, чем мышцы сгибателей. Тогда будет, так скажем, баланс, постуральный баланс спереди и сзади в фронтальной плоскости. Здесь мы смотрим, что у Ляйсана у нас действительно баланс здесь соблюден. Единственное, я бы поработал, конечно, с мышцами разгибательного позвоночника. Больше бы дал упражнений именно на эти группы мышц. Наклоны шеи, боковые, тоже левая. Наклон влево немножко был слабее, чем наклон вправо, но незначительно. Мы, естественно, дадим больше на 1, примерно на 2 подхода. Я дам на левую сторону больше при написании программы. И сгибание и разгибание шеи. Здесь также присутствует дисбаланс. У нее мышцы разгибателя довольно слабые по отношению к мышцам разгибателя шеи. Теперь посмотрим уровень на диапазон движения, что у нас получилось. Значит, на тренажере боковые наклоны. Мы смотрим заметное расхождение левой и правой стороны. То есть, влево ляй-сан у нас сместилось намного меньше, чем вправо. То есть, 42 градуса влево было, 58 вправо. Также у нас произошло на вращении. При сгибании и разгибании диапазон движения был нарушен. Шея заметно у нас вправо, отклонение вправо, боковой наклон вправо был заметно меньше, потому что у нее с левой мышцы были укорочены. Мы это заметили, когда она отклоняла голову вправо. Здесь очень сильно натянулось и было видно. И сгибание и разгибание шеи. Но здесь незначительный дисбаланс. Здесь на сгибании ей недостает немножко амплитуды движения вперед. Это что касается теста. Теперь мы перейдем к построению программ тренировок для данного пациента. Мы можем это сделать двумя путями. Сделать это можно как автоматический, выбрав определенный шаблон, который нам нужен, нажав создать из шаблона программу. И второй путь это ручное создание. Давайте я вам покажу, как создавать из шаблона. Мы нажимаем кнопочку создать из шаблона во вкладке программы тренировок. Увеличение силы мышц спины. И выбираем эту программу. Она сейчас нам подгрузится в карточку пациента. Все, он написал. Программа создана. Нажимаем ОК. Программа из 12 занятий для Ляйсен готова. Все параметры, которые здесь находятся, они пересчитались под ее данные, которые мы получили при тестировании. То есть, ей достаточно просто взять карточку и начать выполнять те или иные упражнения. Подкорректировать мы эту программу можем в любой момент. Провалившись в карточку каждого упражнения, подкорректировав определенный параметр, который нам нужен. Либо подкорректировав этот параметр прямо в теле программы. То есть, мы можем здесь поменять как подходы, как повторения, как нагрузку в концентрической фазе, так нагрузку в эксцентрической фазе, амплитуду движения, форму траектории, скорость и режим. После создания программы тренировок мы вручаем карточку пациенту, и он может приступать к занятиям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Армед Стронгбек это заключительный этап в реабилитации пациентов с заболеваниями позвоночника. Новый виток в развитии ЛФК и механотерапии. Благодарю вас за внимание. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...